так хочу сделать маленький обзор насчет системы нашу пару них некоторых системных ошибок которые очень неприятны и как их решить но для многих это может помочь потому что на форумах и так далее всяких сайтах ответа я не нашел корректного ответ я нашел сам после долгих часов мучительных поисков разбирая перебирая свою систему сразу извиняюсь за то что есть моя речь будет как это как-то некорректно и подергиваться и так далее я не привык сам собой разговаривать мне это неудобно дальше рекламировать я ничего не собираюсь абсолютно ничего то есть не собираюсь рассказывать как вам хорошо то взять как вам хорошо то взять они конечно пару вещей расскажу что что довольно хорошо взять вам что довольно полезно может быть но вот насчет самой системы я рекламу никакую пускать не собираюсь не заинтересован в этом так что будем решать пару проблем будем буду буду вам даме вам пару советов по возможности и так далее так вот с чего начнем начнем мы с чего начнем начнем мы с одной вот этой которой я упомянул с противной ошибки ошибка называется 55 или сиси как вы видите у меня на материнской плате и есть индикатор сверху с цифрами и буквами сейчас показывает а 0 что это означает что все работает отлично а на этом если вот у меня была сейчас вчера позавчера проблема с кодом 55 то есть при установлении windows когда windows установился почти начинается появляется окно загрузки всяких компонентов и так далее перед перед приветствием который ну вы должны понять после установки перед приветствием вот эта установка там где идет какие-то проценты да так далее в этом окне мне windows зависала очень очень противно зависала то есть windows до конца было невозможно установить каким способом устанавливал я windows через простую usb переносную фашку а это одна из фашек испан использовал я нет несколько фашек то есть ни одна не помогала и этот код все время высвечивался то есть на любых форумах на любых страницах этот код 55 и сиси указывает на вашу оперативную память что где-то ошибка в оперативной память я испробовал все места менял их местами вытаскивал оставлял одну папку карточку оперативки ничего не помогало так вот есть у вас есть такая же проблема при установки windows возможно это поможет не только при установке windows в принципе советую вам установить хорошую какую-то windows я сейчас установил десятку 64 платформе там какую-то это еще не дышим консумер и дышим короче что-то такое то есть устанавливал я уже не через флешку я использовал старинный метод нашел я этот ответ в самую последнюю очередь спустя суток до спустя суток мучений абсолютных вот этих разбирательств вот разборки сборки компьютера то есть вот вам простой способ использовать простые диски с простым сидером а если у вас эта ошибка высвечивается при установке windows а то есть вот мне вот это решение именно помогло потому что оперативной системы вот материнки решишь чему там не понравилась установка с флешки я не знаю почему но вот решение было найдено именно с сидером хотя его хотел выкидывать поскольку я устанавливал уже windows с флешек но очень-очень рад что до сих пор и вот эту старую старинную коробку до сих пор не выкинул и пригодилось все таки так что надеюсь вам этот ответ который я дал поможет потому что реально ни на одном форуме не был дан ответ как избавиться от этой ошибки 55 при установке windows потому что все указывают на оперативку что и что оперативка виновата что там слот где-то не так я использовал все слоты использовал по одной операции по одной карточке оперативки использовал столько вариантов разных всего что уже думал разломать этот коп но как-то удержался хотя реально хотел так что старинный процесс сидеромом с диском и вперед с песни установилась без каких-либо проблем зависания не было никаких глюков не было windows сейчас комп работает просто шикарно то есть все отлично дальше пойдем мы по к то есть водяной системе как вы видите у меня есть помпа с резервуаром снаружи у меня есть бог водяной блок для процессора эту сверху идет радиатор где-то вот там там сверху где вы можете выйдите вот сверху этих вентиляторов под ним идет радиатор так вот почему я взял именно вот этот помпу с резервуар с водяным резервуаром который находится снаружи это нам на это да это получается намного дороже вот все вот эта комплектация но реально я вам советую если вы хотите перейти на водяную водяное охлаждение то есть это принципе моё первое водяное охлаждение установил я его без каких-либо проблем без каких-либо течек а потому что подбирал я детали очень тщательно под видео я напишу абсолютно все детали все крепления которые я использую чтобы вы не сделали какую-то ошибку и могли бы подобрать всю эту комплектацию сразу же с первого раза как надо то есть вот почему я взял помпу снаружи которая такой понимаете вот эти помпы который идет на процессоры там есть помпа и вот этот маленький водяной резервуарчик вот водяной блок который вот две трубки уходит к радиатору выход и вход почему я не взял такую все элементарно потому что многие не говорят правда потому что многие стараются рекламировать все весь этот товар и так далее хотя стоило бы иногда правду сказать о том что они пишут что гарантия работы примерно четыре года 34 года вам эта помпа будет работать но это такой бред что что дальше некуда вот те кто читает вот эти гарантии как долго будет работать водяная помпа забудьте про этот вариант никогда не обращайте на это внимание потому что это просто нельзя просчитать водяная помпа может сломаться через день через неделю через месяц через год это водяная помпа у вас если вы возьмете простой и вот кулер для процессора который с вентилятором воздушный вот этот кулер он проработает всю жизнь вот это реально вот пропеллер просто крутится все он может работать десятилетия а водяная помпа это как как повезет то есть сдохнет сдохнет не сдохнет не сдохнет я взял вот эту комплектацию она получается намного дороже зато помпа у меня снаружи отдельно я могу поменять в любое время если вам сломается помпа которая идет вместе с радиатором на процессор вот как кулер мастера вот эти производят в основном или еще какие то вот где вот помпа с водяным блоком и только радиатор то есть там две трубочки маленькие если она сломается через месяц вам придется ее опять заменять следующая сломается через два месяца опять заменять это настолько может быть тратно это настолько может ударить по карману что то есть гарантии никаких нет то есть если она проработает два года это отлично если она проработает три года это просто шедевр но если но это нет никакой никакой гарантии что она так долго проработает потому что это водяная помпа они так долго иногда не работают как я говорю она она может сломаться через неделю через месяц потому я взял вот эту если сломается легко вытащить легко заменить не надо там все разбирать и раскручивать и так далее просто взял заменил стичками я никаким не сталкивался нигде я все все трубки все подобрал по размеру идеально скомплектовалась ни одной тичкой кстати вот эта трубочка она даже не то не то чтобы она не особо-то предназначена для этой водяной системы компьютером она больше предназначена для садовых работ то есть это садовая трубка или для аквариума но я использую таким образом потому что вот эта трубка подходила идеально по размерам к этим креплениям потому что есть много разных трубок который типа продает вот эти которые занимаются компьютерными деталями там и так далее там понимаете на миллиметр вот просто на миллиметр и уже может не подойти или создать какие-то осложнения то есть вот это что собрал сейчас это просто идеально никаких осложнений состыковалось все просто отлично и ни одной течки вообще ни одной так вот кстати да для тех кто заходит устанавливать водяное охлаждение я вам дам маленькую подсказку чтобы вы не ошиблись при установке я лично не ошибался но многие могут не знать ошибиться сделать такую маленькую группу ошибку на помпе написано out и in то есть выход и вход а а там где выход out это означает что отсюда с этой помпы вытекает то есть это вся вода вся жидкость вытекает то есть ее надо пускать к процессоре к видеокарте куда вас первых впервые пойдет то есть может от видеокарте к процессору дальше но это как то чего строит я использую я для видеокарты водяное охлаждение не ставил мне это особо и не нужно то есть я не напрягаюсь насчет этого хотя можно но может быть когда-нибудь в будущем это видеокарта принципе сама по себе довольно хорошо охлаждается у нее есть три этих кулера но это ладно это неважно так так вот out это выход к идет к водяному блоку который прикрепить прикреплены к процессору и потом следующий следующий следующая трубка идет к радиатору я тот от радиатора идет вниз к выходу in который означает вход то есть это поток который должен входить именно в эту в этот резервуар они наоборот то есть out это где вода выходит и in это должно этого где вода должна входить то есть не припутайте их местами а то придется все это дело перекручивать и разбирайте опять это геморрой так что еще да еще как правильно прокачать воду через всю систему то есть если у вас все подключено вся система соединена все кабеля и так далее это будет очень-очень нехорошо потому что вы можете повредить систему самый-самый лучший способ это иметь дополнительный блок питания как вы видите у меня есть еще один блок питания какой-то дешевенький работающий и не жалуюсь то есть берете дополнительный блок питания убедитесь что он так это выключить включить неважно убедитесь что он выключен дальше мы берем кабель большой толстый камер который вы должны подключать к материнской плате ему мы сделаем маленькой маленькая это читерство скажем так чтобы поток электричества функционировал также как это происходит когда он подключен к материнской плате то есть чтоб все вот эти остальные провода работали а то если у вы просто подключите допустим этот водяной блок к нужному проводу допустим для меня это нужный провод вот этот вот именно вот этот то никакой реакции не будет то есть вы сначала должны разобраться вот с этим толстым проводом как это сделать вот как вы видите тут есть целая куча разноцветных проводков так вот смотрим вот с верхней части вот видите где есть крепление крепление к материнской плате вот с этой же самой верхней части поворачиваем смотрим у нас тут вот эти выходы входа или каких-то для потока энергии для того который вы подсоединяете к материнской плате чтобы она вообще работала и все осталось и остальная система работала так вот берем мы находим поворачиваем видите разноцветные проводки смотрим у нас с левой на правую первый оранжевый второй синий третий черный и потом зеленый на зеленом и останавливаемся то есть третий на зеленом и остановимся смотрим какой у нас зеленый зеленый по счету получается 4 берем вот такую штучку можете ее сделать взять принц камера них не хочет фокусировку делать правильно ну вот ну вот такой проводочек можете взять просто вот скрепление кабели вот такие же вот кабельные простых вот этот правый проводочек вот он должен скреплять их вместе вот такой проводочек берем отрезаем резинки сверху или пластик и у нас вот идеальный проводочек появляется берем вот сейчас находим вот эту четвертую дырку где у нас зеленый зеленый проводок засовываем один конец вот в эту четвертую дырку потом смотрим дальше у нас после зеленого идет черный потом опять черный потом опять опять и берем вот допустим второй черный то есть это получится 6 дырка с левой стороны то есть четвертую и шестую дырку заполняем проводом ставим его в сторонку он нам сейчас не понадобится и берем 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 вот этот провод который нам нужен то есть к этому проводу у нас подключается вот эта водяная помпа то есть после подключения я не знаю у меня ничего такого нет чтобы сейчас подключить ну вот возьмем допустим вот такое вот такое представим что это вот конец у той водяной помпы берем его вот подключая к этому проводу 4 вот эти гнезда 4 проводка разберем какой он противный не хочет входить вот берем подсоединяем вот водяную помпу к нашему питанию от блока питания проводу ставим его сторону вида после чего вы найду вам надо заполнить вот этот резервуар только убедите что у вас блок питания выключен после чего вы наполняете резервуар до верху и вы можете начать циркулировку воды по системе то есть включаем блок питания начинает водяная помпа работать вода начинает течь уходить вниз и когда она подходит ближе к низу где-то внизу сразу же включаем блок питания после чего поток электричества которые направлены к помпе остановится а по наполняем опять резервуар до верху и опять тот же самый процесс включаем он спускается вниз когда уже ближе к низу выключаем и опять наполняем и так так до последнего пока циркулировка не пройдет по всей системы избавиться воде и воздушных пузырьков в принципе вам нужно эту коробку подвигать то в одну сторону то в другую то есть просто поднять один конец понять другой конец чтобы все весь радиатор наполнился там все что воздух вышел то есть при этом кулер может работать это даже намного лучше будет потому что он просто вот вытолкнет этот фуни кулера водяная помпа то есть водяная помпа вытолкнет этот воздух когда вы будете поворачивать коробку то направо но налево поднимать ее чтобы исправиться от воздушных этих пузырей пузырей и главное вот смотрите чтобы у вас помпа не работала без жидкости на воздухе то есть если если у вас будет помпа пустая вот этот резервуар пустой он будет работать просто на воздухе это может испортить вашу помпу то есть вы просто сломаете себе водяную систему так что будьте осторожны и смотрите чтобы этот резервуар который у вас есть там или будет был наполнен может не не до краев но любом случае чтобы был наполнен чтобы это помпа брал оба откуда-то в этот воздух и воду они работала бы нам на воздухе дальше в принципе наш от этого я более-менее рассказал инструкцию маленькую сделала надеюсь все меня поймут и рассказал как мог как я говорил и не привык сам собой разговаривать дальше что дальше мы берем а кстати да после того как вы перекачаете вот эту жидкость по всей системе избавитесь от этих громадных воздушных пузырей вы можете смело отключать вот вашу помпу от блока питания дополнительного и подключать помпу к своему блоку питанию там где будет провода идти к материнской плате к видеокарте то есть всю систему соединять вместе и спокойно включать она будет хорошо спокойненько работать без никаких либо проблем а дальше что я хотел сказать насчет коробки вот видите в описании я поставлю полное название этой коробки эту коробку никогда в жизни не берите она смотрится хорошо все внутренней части вот видите скомплектовал все смотрится очень красиво коробка сама сама по себе тоже довольно симпатичная но никогда в жизни не берите эту коробку от всей души советую потому что вы будете проклинать каждый раз когда вам нужно будет добираться до до проводов то есть задней части как вы понимаете есть спрятаны все провода но проблема в другом это в том что там сзади нет места там это щель для проводов настолько минимально что у меня просто на задней панели вот где идет вот задняя панель панели закрыл закрываешь как это у меня там бугор животик потому что там просто нет места все провода как как-то надо заталкивать как-то питаться мучиться чтобы их более-менее поставить ровно там это настолько мучительно так что эту коробку не берите ищите коробку где и сзади хоть какое-то место для проводов иначе вы замучаетесь очень очень сильно замучаетесь я эту коробку буду менять скорым временем надеюсь так что избавлюсь от этого кошмара расколочил на кусочки за все хорошее что я пережил с ней дальше да если думаю вы заметили уже у меня есть тут целая куча вот этих кулеров вентиляторов сверху 2 сбоку и снизу но передние это не в счет а да кстати наш от передних вот эта коробка шла вместе с вот четырьмя вот этими вентиляторами один через них один из и вентиляторов начал издавать странные звуки через два дня то есть я снимал заднего задней части вентилятор переставлял и вперед ну сейчас поставил туда свой вот который отдельно покупал вот этот комплект весь вот туда поставил другой смотрится конечно сейчас лучше но в любом случае эту коробку никогда не берите так вот нашу тоже будет в описании как они называются в комплекте они шли пять штук сразу говорю они довольно дороговатые но честно вам скажу они стоят того я очень рад что я взял потому что они реально стоит того после установки они устанавливаются в ходе вот нижней части материнской плате usb вход который выходит на переднюю панель вашей коробки где есть usb 2.0 выходы то есть не на передней панели вот эти usb выходы не работают потому что вместо них я подключил вот этих вентиляторов и я как бы не жалею об этом у меня задние части usb дырок целая куча еще спереди 3.0 usb дырка есть так что вполне достаточно а так вот дальше для этой для этих вентиляторов есть программы на компьютере вы устанавливаете она называется ttrgb plus через эту программу можно их полностью контролировать и там все все цвета как как вы захотите можете поставить там одна ячейка зеленый другой красный третий ячейка синий они будут вертеться крутиться как 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 вы захотите там этих режимов тоже достаточно много но это не самое главное то что рождественская елка смотрится хорошо это конечно хорошо но самое главное это то что у них есть полный контроль этого скорости вы их можете контролировать контролировать полностью то есть и их скорость там поставить 10 процентов 20 30 50 100 процентов скажу у меня они сейчас стоят на 20 процентов вот три которые по сторонам хотя принципе на водяном охлаждении они не особо это такие горячие ну то есть не особо то не нужно их так много принципе но у меня стоит ради ради прикола так вот снизу и сверху у меня стоят на 20 процентов и сверху сверху у меня похоже стоят я поставил на 40 процентов там где радиатора идет для водянки так вот у них есть полный контроль скорости и это очень очень удобно особенно в том случае если у вас если у вас есть не водяная система охлаждения а простой простая вот самое самое то это воздушная с большими вот этими вентилятором кулерами которые вот крепляется вот это вся вот на под на процессор то есть вот сейчас я покажу свой предыдущие вот свое предыдущая система охлаждения для процесса то есть вот такой кулер такая массивная штука мне стояла до водяного охлаждения водяное охлаждение поставил чисто так ради шутки по большой части чтобы посмотреть что как изменится но сейчас мне менять не хочется потому что это довольно таки проблематично особенно из-за того что сзади проводов там целая куча и заднюю панели открывать не хочется так вот вот этот здоровый кулер что у меня имеется его я бы обратно запаковал а очень при очень хороший есть вот с этими вентиляторами будет эффект намного лучше поскольку их можно устанавливать как вы пожелаете то есть на какой скорости пожелаете принципе честно говорю вот между между охлаждение вот этим охлаждение и между вот этим кулером разницы ну почти нету реально там очень может быть минимальная разница это я чисто как-то эту разницу не почувствовал вообще не на капли я запускал игру там еще чего не чувствую разница так вот если вы используете вот такой кулер то вас вам эти вентиляторы будет очень-очень кстати потому что их регулировать можно настраивать как хотите так что принципе но но они как и говорил довольно дороговатые что есть это единственный напряг но они того стоят реально стоит мне они мне они очень понравились так в принципе все рассказал по большой части больше то и ничего рассказывать так что запомните выход вход отсюда должна вода выходить эту коробку ни в коем случае не брать а как решить проблему 55 и сиси я рассказал про водяной системы и рассказал если чего в любом случае можете мотать видео назад если чё кто не помнит извините за мои ошибки речи или еще что и так далее потому что как я еще раз повторюсь что я не люблю сам собой разговаривать это очень-очень некомфортно я и я знаю я знаю что я псих но не до такой степени так что принципе на этом все надеюсь кому что помогло вот такая коробочка отлично ну и принципе на этом я и закончу пакета